Итак, качество работ на улице Маяковского в Архангельске нужно проверить повторно. Такое поручение Дорожному блоку правительства региона дал Александр Цибульский. А поводом послужило заявление рекотделения Народного фронта. Активисты выявили существенные недостатки в ремонте, который обошелся в крупную сумму. 50 миллионов рублей. Столько направили на ремонт полутора километров дороги по улице Маяковского этим летом. Безусловно, местные жители ждали обновления, ведь изъеденный яуми асфальт там был десятилетиями. Однако и после ухода с участка дорожной техники поводы для критики остаются. Это показала и проверка регионального отделения Народного фронта. Тема обсуждается на уровне губернатора. Мы почти 50 миллионов рублей направили на ремонт полутора километров дорог. И очевидно, что проблемы, которые там были, лужи, парковки, они сохранились. Что по этому поводу скажете? А сказал глава Архангельска следующее. В проектной документации на этот дорожный объект не был предусмотрен отвод воды с проезжей части. Это особенно заметно на участке около школы номер 52. Это связано, к сожалению, с неразвитой дренажно-ливновой канализацией в Соломболе. От воды, скажем так, на рельеф мы где возможно делаем, чтобы воду уводить там, где нет дренажно-ливновой канализации. Но, к сожалению, на этом участке вот такая проблема. Я думаю, что при наступлении уже благоприятных погодных условий в следующем году будем еще раз рассматривать какие-то варианты, куда там отвезти можно эту воду. Но Александр Цибульский такой подход к делу раскритиковал. Зачем было принимать проекты, в которых отсутствуют дорожные карманы и не предусмотрен водоотвод с проезжей части? Не надо делать наполовину. Это кроме раздражения ни у кого ничего не вызывает. Деньги потрачены, а сделано наполовину. И вся эта дорога начнет разваливаться сейчас на перепаде температуры. Поэтому я не принимаю. Я жду от вас предложений, что мы с этим будем делать. Кроме того, специалистам Министерства транспорта Архангельской области поручено провести повторную оценку качества дорожных работ на улицах столицы Поморья, чтобы понять, должным ли образом заказчик в лице городской администрации контролировал ремонты. Артемий Заварзин, Регион 29.